Обзор твердотопленного котла термобар. Твердотопленный котел с плитой 16 кВт на подаче 60 градусов. Топим вот такой дробленой щепкой. Опасно ей топить, потому что бывает, что котел выходит в режим стрельбы, взрывается, если закрыта дверка. Теплообменник у нас вот такой. Глубина топки 55 см, объем топки очень большой. Вот это говорит о том, что пиролизный газ с подачей кислорода смешался и произошел взрыв в камере сгорания. Кирпичи лежат для того, чтобы не выпадал конденсат. Общий объем дома со вторым этажом около 150 кв.м. Здесь висел индукционный котел на 5 кВт, удобный догрев был. Здесь стоял 12 кВт котел тоже с плитой. Термобар поменял, потому что подключал в этом году второй этаж. Дом утеплен 100 мм пенопластом, в этом году были поменены окна. В том году получается одной закладки дров с 11 часов хватало до 5-4 часов сильный мороз. В этом году посмотрим, насколько этого хватит. В принципе уже 4 полена по 50 см тополя горит до утра. Плюс хорошо дает утепление. В системе у меня залита не вода, залит тасол. Открытая система. Здесь раньше стоял расширительный бачок. Сейчас он стоит на втором этаже. Топим всем бутылками, картоном, щепкой. И вот такие вот полена. Вот таких 4 штучки или 3, если больших. Вот рука. И хватает до утра. Если закладка произошла часиков в 11. Диванчик скоро пойдет на дрова. Здесь стоит более вкусственного нагрева. На столе на 120 литров горения. Уже второй год не могу подключить. Не стоит у меня на это дело. Но подключен к системе отопления. Экраны все открыты. И в принципе дает около часа доп. Догрев. Когда уже котел внутри все прогорает. Отбирает тепло отсюда. 100 литровый. Получается. Колено у меня выходит на второй этаж. Это у меня кухня. Получается пошло вот так вот. И здесь у нас подъем. Подъем. Вот ступеньки. И здесь еще дополнительный радиатор. При этой системе. Если сравнить П-образку. Верху П и нижняя П. Сейчас покажу второй этаж. Где у меня выведена 20 трубой. Вот. Выведена 20 труба. Прошла отпайка. Эти трубы лежат на ГВС. При естественной циркуляции. Когда допустим свет отключают. Я уже испытывал. Работает первая точка. Это у нас здесь радиатор метр шестьдесят. Бойлер косвенного нагрева. Второй этаж. И первая точка. Вот там вот она. Топка очень большая. Котел экономичный. Я в основном. В том году. И в этом году. Выводил в режим тления. На подаче. Максимальная температура. В сильный мороз. У меня была. Пятьдесят пятьдесят пять градусов. Сейчас просто закину. Побольше этих. Разогнать. Были три точки отключены. Три радиатора. И оно потихоньку. Тлеит шибер. Не поддувало. Закрыто. Обязательная для экономии. Установка терморегулятора. Автоматика сюда. Заводом и задавителем не предусмотрена. Но при желании ее сюда можно вмонтурить. Желательная установка буферной зоны. В моем случае никакого буфера не будет. Он нахрен здесь не надо. Котел работает грубо говоря. Можно на дровах не меньше восьми часов. Шибер я практически закрываю. На ночь терморегулятор ставлю на 45 градусов. 40-45 градусов. Вот черточка. Котел хороший. Цена качество. Да выпадает конденсат. Но не течет. Как некоторые многие рассказывают. Что у них очень сильно идет много конденсата. Дымоход у меня. Здесь стоит по заводу изготовителя 150-й. Дымоход я оставил старый 110-й. 5-метровый. Нержавейка-внутрянка. Сверху стоит установлен дефлектор. Дефлектор тоже много чего играет. Не задувает. Нема стабильная тяга. Даже при низкой температуре. Когда давление падает и тяжело разжечь котел. Вот эту парнуху я не переделывал. Так и оставил. Облом был. Краны у нас стоят вентильные. На втором этаже. Ну чтобы можно было порегулировать. На втором этаже у меня стоит два радиатора. Тоже стальные. Один шарик и один термоголова внизу. Там у меня теплица находится. Для экзотических растений. Там тропических. Бананы, монаны, апельсины, мандарины, ананасы. Так что температура там держится в районе 25 градусов стабильно. В дальнейшем буду снимать. Насколько эффективен. Когда будут сильные морозы. Насколько эффективен этот котел. КПД у него высокая. Еще. Там сейчас не видно. Но я там установил дожигатель газов. Катализатор. Еще хотел установить пока не могу. Ну как не могу. Турболизаторы в теплообменник. Чтобы задерживались. И КПД увеличилось. Более лучший теплосъем теплообменника. Так в принципе пока все. Трехходовой клапан. Здесь исключительно токолог поставит. Трехходовой клапан. Да и все. В принципе. Цес range м柱. Все изучноれた. Так вот. Все учиться.